Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер. Сегодня мы поговорим про игру Firewatch. Это приключенческий проект от бывших работников Telltale, Double Fine и 2K. Знание этого факта уже заставляет игрока задуматься о возможной покупке данного продукта. В ранних пресс-релизах разработчики заявляли, что хотят создать живой мир, где история будет сама себя дополнять, а лес в парке Шошони будет живым. Получилось ли у них или нет, сейчас мы это узнаем. Сразу хотим отметить, что игра достаточно короткая и полное прохождение займет у вас порядка 5 часов, а быстрое около 2, но это будут самые красочные и теплые часы, проведенные в игре. Игра начинает свое повествование в достаточно неожиданной стилистике. Вам предстоит выбрать, как вы будете поступать в том или ином моменте прошлого Генри, главного героя. В зависимости от выбранных вами действий, дальнейший сюжет будет меняться, и у главного героя в тот или иной момент будут появляться другие фразы во время разговора с Делайлой, начальницей Генри. Генри, не выдерживая отъезда своей больной жены в Австралию к ее родителям, хватается за работу лесничего в народном парке Шошони, что в Вайоминге. Работу одинокую, ведь единственным человеком, контактирующим с ним, будет его начальник Делайла. Выполняя различные задания и открывая для себя чудеса парка, Генри все больше думает, что те или иные события не просто совпадения, а глаз вселенной, которая пытается повлиять на его судьбу. Что касается концовки, то она очень сильно удивила и оставила после себя много вопросов. Геймплейная часть игры состоит в выполнении различных заданий. То пьяных девушек с пляжа выгонять, то в пещеру спуститься и там что-то поискать. Назвать задания однородными трудно, ведь задания разбросаны по всей карте, и вместо мысли о том, я уже что-то подобное делал, занимаешься изучением окружающего мира. Причем изучать этот самый мир будет помогать компас и карта. Однако пару нюансов к концу игры поднадоедают. А именно, спуск с горы, подъем на гору и перепрыгивание через обильно разбросанные ветки. К созданию игрового мира разработчики подошли со скрупулезностью, и назвать его неживым тяжело. Графика радует глаз, а теплые цвета согревают, особенно когда за окном валит снег и хочется тепла. Рассветы и закаты не дают оторвать от себя глаз. Лес проработан очень качественно, и найти одинакового места не получится. Правда, к середине игры будет несколько раз чувство дежавю. Музыкальное сопровождение радует и прекрасно передает атмосферу. Не зря разработчики отдельно продают по кост. В игре гармонично совмещены звуковые элементы, и переходы от музыки к пению птиц совершенно незаметны. А в наше время качественный саундтрек-лист найти тяжело. Хороша ли Firewatch или нет, решайте сами. Мы специально не давали каких-либо оценок игре, чтобы вы это могли сделать сами в комментариях. Однако масса положительных отзывов в Стиме говорит о том, что игра понравилась многим. Так что если ищете игру, за которой можно провести несколько часов, погрузившись в приятную атмосферу, добро пожаловать. На этом все, с вами был Эстер, подписывайтесь на канал IGM, пока!